здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про танчик м6а2 е1 в простонародье этот танчик называется гусь поскольку похож на гуся все логично все сходится что хочется сказать про этот танк это самый простой прям танк 8 уровня самое главное его правило говорят не делай ничего сложного забей на все делай все прямо линейно ровно и не напрягайся не думай ни о чем кроме пары вещей самое главное что нужно делать на этом танке это не давать себя закрутить и не играть в тех позициях где нужно крутить башкой и корпусом все враги должны быть впереди вас перед вами на средней дистанции вблизи играть не стоит слишком близко против большого количества танков они вас легко могут закрутить поджать под борт и вы сдохните бесплатно также если в вас стреляют с разных сторон с разных направлений вы сделаете что-то не так у гуся нет брони в бортах нет брони сбоку в щеках по бортам в крыше не нужно подставлять борта не нужно на этом танке ромбовать вся броня во лбу спереди больше ее нет нигде только в лоб должны вам стрелять в лоб в нлд в лд в маску в щеке вам должны стрелять только в лоб нельзя подставлять щеки на корпусе там есть такие скосы если вы доворачиваете корпус то в них становится 200 миллиметров брони на восьмом уровне это плохо слева и справа наверху над над гусеничными полками есть две щеки когда вы поворачиваете корпус в правую сторону левая становится 200 миллиметров ли влево поворачиваете правая 200 миллиметров все просто также можно наклонять корпус назад но тогда в нлд становится 220 миллиметров они не 250 и 220 уже пробивается также в 1 лд в самом низу 500 700 миллиметров в зависимости от танк лона и в нижнюю часть нлд стрелять нельзя вообще никогда в жизни ни с чего ни с какого танка когда вы наклоняете корпус вперед то в лд становится там 220 230 миллиметров и это пробивается довольно таки легко а если вы стоите ровно то нлд и влд 250 240 миллиметров что тоже пробивается пт 8 уровня и пробивается также голдой практически с любого танка и многими танками пробивается голдой в щеках с левой стороны у гуся 220 миллиметров щеки как ты не крути с правой стороны побольше в маске тоже 220 и по краям намного больше то есть либо в серединку маски нужно стрелять не в само орудие а сбоку от орудия в середину либо в середину щеки лючок у нас 160 миллиметров и каем к верхняя ее часть 200 миллиметров то есть на самом деле гусь не особо то и бронированный а если на нем еще и ромбовать и показывать борта то борта пробивается вообще только в путь да если вы борт спрятали и щеку спрятали можно ромбануть влдшкой но это нужно уже большое укрытие поскольку гусь очень высокий огромный танк ему нужно здоровенное укрытие крышка двигателя у нас и корпуса тоже ватная поэтому от артиллерии страдать тоже суждено этому танку пробитие основным снарядом ббшка 204 голдуетом 250 с хвостиком пробития в принципе хватает точность 04 сведения 2 секунды с хвостиком в принципе сведения точность средненькие но для ближней и средней дистанции пойдет что хочется в целом сказать про этот танчик он конечно же уже устарел и даже одноклассников держит с трудом поскольку против голды и pt-8 его броня почти практически ничего не может и в основном все pt-8 пробивает его каждым выстрелом куда попало только если вбр испортит какой-то там выстрел врагу только тогда вы танканете pt-8 уровня а если посмотреть на голдовое пробитие последних прям танков из коробок новогодних и осенних то там пробитие голдой начинается от 280 и заканчивается 300 с хвостиком на замечательном ксоре восьмого уровня которые будут пробивать ваш танчик в силуэт поэтому гусь настолько же простой насколько же он и в некоторых боях просто мусор я не рекомендую этот танчик сейчас выкатывать поскольку он может чувствовать себя хорошо только против шестерок и семерок а балансировщик не так уже часто такие бои вам создает в этих самых боях вы чувствуете себя королем реально бронированным танком играть очень легко простее некуда но этих самых боев где вы чувствуете себя легко комфортно и просто нагибаете всех от брони очень мало чаще всего вы играете с восьмерками девятками и в этих боях ваша броня просто мусор я понимаю там еще в лючок пробивает но там ладно одна щека пробивается но сука в лд танк пробивается обычными снарядами с одноклассников но это просто забей до танчики у которых пробитие 220 там но еще может быть 230 эти танки еще плюс минус почти всегда танкуются но когда пробитие уже доходит до 250 лучше в бою вообще не показываться и в кустах сидеть потому что вас просто разберутся 2 секунды просто по контуру куда попал раньше мне нравилось очень сильно играть на гусе поскольку я реально чувствовал на нем броню и когда хотел отдохнуть я выкатывал иногда гуся иногда я выкатывал супер першина на супер першин я много покатал и он был легкодоступен вот он всегда продается а гуся было тяжело получить это был редкий танк и я когда первый раз его получил у меня онлайн на стриме было кажется 500 человек поскольку это танк был реально редкий и интересный для людей но через время это танчик мусор он никому не нужен а если вы подумаете о получении этого танчика то два раза задумайтесь захотите ли вы просто так ждать когда вам картошечка подкрутит самый бой шестерками или семерками где вы попытаетесь воспользоваться своей броней поскольку даже в тех боях вам придется подсуетиться так чтобы создать себе ситуацию чтобы враги вам стреляли только в лоб на средней дистанции не за rush или вас не задавили не закрутили и не стреляли с разных сторон это не на каждой карте можно сделать если вам попадется бой в топе против семерочек допустим но карта будет очень открытая и много будет позиции с разных сторон вас расстреляют засыпят арту и все и вы даже там не собираете вам нужна какая-то коридор не некая карта где враги все спереди и они не могут вам настрелять с разных сторон то есть с одной стороны это вроде бы кажется просто и легко но сам танк простой но вот ситуацию создать ему не так уж и легко это нужно понимать что происходит в бою где и на какой позиции можно создать такую ситуацию чтобы сыграть на нем легко и когда у вас общая подготовка и общий скилл в игре высокий вы понимаете как этот танк вывести на такой простой геймплей чтобы на нем сыграть было очень легко и эффективно но если вы слабы в общем по скилу не понимаете по картам где чего происходит по позициям где будут враги и как их выманить на себя перед собой чтобы они были то вы не сыграйте на этом танке никогда в жизни хорошо и даже когда вы играете перед врагом и он стреляет вам прям в лицо все равно нужно двигаться не стоять на месте поскольку лючок и каемка на голове выцеливается если будете как столб стоять на одном месте вам будут пробивать даже танки у которых не так уж много пробития могут вам вполне себе закинуть с пробитием 170 в лючок и идите гуляйте плюс еще страдать от арты ну вы понимаете что все страдают от арты это самый ненужный класс техники в картошке вроде бы иногда и хочется поиграть на гуси чтобы отдохнуть попасть в этот самый бой чтобы воспользоваться всеми своими знаниями для вывода танка на его идеальную позицию для того чтобы отдохнуть и сыграть по кайфу от брони но с другой стороны вообще не хочется играть когда-то тебя по кд кидают к восьмеркам и который тебя пробивает в лд с вами был варочка рать красиво всем пока и 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 Продолжение следует...